Дайте я на нее посмотрю. Ай! Господи, колючая. У меня роза просто вырвала клок. А, господи, я вам сейчас покажу, что это вот такой рубец. Да, да, вырвала. Просто зацепилась за шип и вырвала клок из пуховой жилетки. Да, роза не такие. По колено снегу. Солнце светит. Класс. Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант. У нас ноябрь, и мы внезапно решили встретиться с Евгением Агдычем. Здравствуйте. Да, и поговорить по поводу обрезки и укрытия роз. Ну, так сказать, мы впрыгиваем в последний вагон. Но, тем не менее, вот смотри, роза хоть и вынье, но она все еще вегетирует, сопротивляется, кусается. У нее листья зеленые, колючки, стебли достаточно гибкие. Вот. И что с ней делать? Вот потому что обрезать, укрывать, наклонять. Что с этим вообще делается? Ну, сейчас все сходятся розоводы во мнении, что розы мы в зиму не обрезаем. То есть, когда мы розы обрезаем, все замечают, что зимуют они не очень хорошо. Вот что обычно делают? То есть, обычно окучивают корневую шейку. То есть, чаще всего тоже все заводы с этим согласны, чтобы она не оставалась на морозе. И под укрытие розы часто укрывают, и под укрытие розы обычно пригибают. То есть, пригибают довольно близко к земле. То есть, кажется, что побеги хрупкие, но в целом они довольно гибкие. И осторожно, аккуратно вы можете посмотреть, в какую сторону вам эти побеги можно пригнуть. И пришпиливаются они какими-то подручными материалами. То есть, не нужно прикладывать к розам очень какое-то большое усилие. Нет, ну это понятно, потому что можно поломать. Да, потому что поломать. Но в целом, как вы можете увидеть, розы можно спокойно пригнуть. Иногда розы довольно сильно сопротивляются, и можно пригнуть сначала до какой-то небольшой высоты, а потом уже загнуть. В несколько этапов, да? Да, в несколько этапов. Конечно, это не нужно делать по морозу, все-таки по более теплой погоде, потому что в мороз побеги становятся очень хрупкими. Очень часто под укрытие розы, так сказать, заголяют. Просто берут и ножницами обрезают все листья полностью. Устраивают им такой листопад. Ну, это можно делать, можно и не делать. У кого какое количество роз? У кого-то там одна роза, и можно с нее срезать листья. Ну, лучше как? Лучше обрезать листья или нет? Ну, я обычно обрезаю. Я обычно под укрытие обрезаю. И вот в таком пригнутом состоянии они находятся до устойчивых температур минус 5, минус 8. Тогда розы можно уже укрыть спонбондом. Обычно укрывают самым плотным спонбондом где-то в три слоя. И спонбонд этот уже придавливает какими-то кирпичами, досками, чем-то таким. И вот это вот все у нас стоит до весны. Весной, когда уже солнце начинает пригревать, сначала делают такие продушины, чтобы розы там не спеклись, не начали расти. А потом уже постепенное раскрытие роз происходит, обрезка уже. Ну, у вас про это был материал? Да, про это был, Женя, вот такой нюанс интересен. Лучше это сделать раньше или позже? Потому что, ну, вот все эти истории про то, что роза может спыреть, если ее очень рано, уложить на покой. Что вот потеплело надо открыть, похолодало надо закрыть. Ну, лучше дождаться, вот как я говорю, именно устойчивых морозов. То есть спешить не надо, окучить можно пораньше. То есть ноябрь это хороший месяц для того, чтобы заняться укрутием розов? Да, да, да. В ноябре иногда даже декабре. Иногда полностью я закрываю розы уже именно в декабре. Оказывается, сколько много работ можно сделать. Возможно, у нас будет даже ролик о том, чем заняться садоводом в декабре. Но если снег не выпадет, то да, чем-то можно заниматься в декабре. Но вообще работы в саду невозможно закончить. Их можно только в нашем климате. Их можно только прекратить под влиянием климатических условий. То есть когда выпадает снег, тогда автоматически все работы в саду заканчиваются. Ну скажи, помимо розы, еще какими растениями можно заняться укрытием их в ноябре-декабре? Климатисы, может быть? Можно укрывать. Тоже есть разные мнения. Кто-то укрывает климатисы, кто-то не укрывает. Я обычно климатисы... У меня климатисы все те, которые цветут на побегах этого года. То есть все, что отсвело, уже я срезаю. Оставляю, например, на 50 сантиметров. Укладываю на землю и засыпаю компостом. Весной часть компоста я снимаю. Часть остается. Для питания вот эти все побеги поднимаю обратно на опору. И они снова отрастают и прекрасно себя чувствуют. Ну, тут как бы тоже можно этим заниматься. Кто-то этим занимается, кто-то не занимается. Женя, расскажи про хвойные. В ноябре же можно заняться еще немножечко хвойными. Их можно как-то тоже укрыть, связать, подготовить к зиме. Укрывать хвойные в целом не нужно. Они сами спокойно перезимуют. Я имею в виду укрывать именно в зиму. Важно укрытие хвойных весной. Когда такое яркое солнце весеннее. Март, где-то месяц, февраль. Яркое солнце светит именно на хвойные. И отражается от снега. Тогда возникают так называемые ожоги. Но на самом деле это не ожог, а иссушение хвои. Дело в том, что она разогревается. Начинает испарять влагу интенсивно. И постепенно высыхает, потому что корни не работают. Туя, например, укрывать не надо. Если туя у вас растет довольно давно. Но если это посадки этого года. Особенно осенние посадки. То тогда где-то в январе, феврале, марте на тую нужно накинуть притеночную сетку. Обычно используют строительную сетку. Довольно мелко ячеистую. Может быть в один-два слоя в зависимости от плотности. Точно так же накидывают такие притеночные сетки на разнообразные можжевельники. Которые вы знаете, что страдают от ожогов. И на рододендроны вечно зеленые. Туи можно связывать. И прочие можжевельники защищать от снегопада. Иногда бывают такие ситуации, что не рассчитали. Все посадили можжевельник, тую, какое-то вечно зеленое растение около дома. И может сойти снег. Было у меня такое у клиентов. Что сошел слой снега. И просто тую разломала надвое. То есть тогда можно даже не просто поставить кол и обвязать веревкой. А сделать какую-то прочную конструкцию. То есть из рия какой-то треугольник сделать. И обвязать вокруг этого туи. И на одном из своих объектов делается именно так. Потому что один раз уже наступили на эти грабли. Больше не хочется. Очень часто также связывают рододендроны вечно зеленые. Которые очень крупные. Рододендроны в Бенинске, Новозембла. Они с возрастом склонны к разваливанию куста. И под тяжестью мокрого снега они могут совсем развлечься. Поэтому вбивается кол, два, три. И тоже по кругу вот именно подвязывается рододендрон. А укрывается опять же от весеннего яркого солнца. Опять же там январь, февраль, мальчик. Жень, хорошо, ну а что еще? Каким еще растениям можно причинить добро в ноябре, в декабре? Если вот у людей осталось свободное время, они думают, что-то еще я не сделал. Я обрезаю в зиму кустарники, которые цветут на побегах этого года. Ну таких, например, как спирея, лопчатка. Дело в том, что при большом снегопаде очень часто их прижимает к земле. И возникает наст, и их раздавливает просто снегом. И вот эти вот длинные побеги, которые отросли, я их срезаю в зиму. То есть и у лопчатки, и у спиреи. Оставляю такой вот где-то в высоты такие небольшие ежики. Если такие кусты нет желания обрезать, то их можно тоже связать на зиму. Для того, чтобы предотвратить разваливание и разломы. Замечательно. Жень, спасибо большое. Надеюсь, что мы еще в этом году с тобой увидимся и о чем-то поговорим. Возможно, у тебя появятся какие-то интересные темы для декабря. Посмотрим по погоде, будет ли эта зима такой же теплой, как предыдущая. Или наоборот, чрезвычайно холодной. Возможно, что у нас тоже найдется что рассказать. До встречи. Всего доброго. Смотрите канал Европланта. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok